ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В январе и феврале этого года в Кировской области за излишнюю тонировку стёкол автомобиля к ответственности привлекли более 600 водителей. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей. По сообщению ГИБДД проверки светопропускаемости стёкол проводятся ежедневно. Отмечу, что на протяжении последних лет было несколько законопроектов, касающихся ценировки. Одни из них предлагали полностью отменить взыскание, другие – увеличить его, к примеру, до 10 раз. ТРАССА СТО ОДИН Сдавать на права по новым правилам выпускники автошколы будут сразу с 1 апреля, когда вступят в силу изменения. Никакого переходного периода не будет, заявили в госавтоинспекции. Напомню, что основное отличие заключается в отмене автодрома. Кандидаты в водители поедут сразу в город. Это не касается мотоциклистов. Кроме того, изменится система начисления штрафных баллов. К примеру, при непристёгнутом ремне безопасности или разговоре по телефону экзамен сразу будет считаться не сданным. ТРАССА СТО ОДИН Перевести машину на газ без особых хлопот, возможно, это станет реальностью. Минпромторг подготовил поправки в законодательство, которые предусматривают создание реестра типовых решений при установке ГБО. То есть каждый случай не будет считаться уникальным, а значит, автовладельцу не придётся получать сертификат соответствия. Правда, речь идёт только об автомобилях российского производства. ТРАССА СТО ОДИН В Москве и Московской области готовятся внедрить систему штрафов за выброс мусора из автомобилей. Если такой проступок зафиксирует дорожная камера, то нарушителю придётся заплатить 10 тысяч рублей, если инспектор – до 15 тысяч. В случае рецидива суммы вырастут, соответственно, до 20 тысяч и до 30 тысяч рублей. Для юрлиц в случае крупного сброса хлама предусмотрят штраф до 200 тысяч и конфискацию транспортного средства. Ульяновский автозавод обещает в ближайшее время наладить серийный выпуск «Патриота», работающего и на бензине, и на метане. Якобы двухтопливный внедорожник будет почти на 25% экономичнее обычного. Кстати, соответствующие испытания были проведены ещё пять лет назад, однако сертифицировали бензиногазовую версию «Патриота» только недавно. Сейчас машина стоит минимум почти 830 тысяч рублей. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101